Приемная кампания в Саровском физико-техническом институте стартовала с 15 мая для двух уровней – магистратуры и аспирантуры. С 20 июня в УЗИ начали принимать документы от абитуриентов, которые планируют поступать на бакалавриат, специалитет или на среднепрофессиональное образование. В этом году в СРФТИ выделили 122 бюджетных места на бакалавриат и специалитет технического направления и 12 мест на направление экономика. Подать необходимые документы для поступления можно разными способами. Они могут прийти лично к нам в приемную комиссию, подать документы и поговорить с сотрудниками приемной комиссии, развеять свои сомнения, проверить свои мифы, которые существуют. Я о них еще расскажу. Есть у нас еще один способ – дистанционный. И здесь ребята могут подавать документы как через информационную систему НИЯУМИФИ, так и посредством портала госуслуг. Подать заявление дистанционно бывает удобнее и проще. В этом году многие абитуриенты воспользовались такой функцией. Но для этого необходимо внимательно ознакомиться с правилами приема в институт, с минимальными проходными баллами и документацией. По словам ответственного секретаря приемной комиссии СРФТИ Ирины Суворовой, многие ребята при поступлении не учитывают свои индивидуальные достижения и декабрьское сочинение, которые, в свою очередь, могут принести им дополнительные баллы. То есть, если они декабрьское сочинение написали, у них зачтены все пять критериев, то они имеют право получить два дополнительных балла. Если четыре критерия, то один дополнительный балл. А получается, что они даже вот эту возможность в один дополнительный балл, который может сыграть огромную роль при прохождении на бюджет, они его не учитывают. Сотрудники приемной комиссии СРФТИ в таком случае сами проверяют каждого абитуриента через портал единого госэкзамена и смотрят, можно ли ему начислить баллы за сочинение. В этом году во всех вузах страны установили единые день и часы подачи оригинала аттестата, при наличии которого вуз может зачислить абитуриента. При этом оригинал можно подать и через госуслуги. Но следует принять во внимание, что аттестат в живом виде, который лежит в вузе, имеет приоритет над электронным аналогом. В этом году ввели понятие «отдельная квота» для выпускников белгородских школ ДНР и ЛНР, а также для детей-участников СВО. Эти категории будут поступать 28 июля. От 3 августа уже по основному конкурсу, те, которые не имеют никаких льгот, они будут уже зачисляться 3 августа. Так вот, 28 июля и 3 августа через госуслуги подается до 12 часов, чтобы успела все у системы федеральной обработать эти документы. А к нам лично приносят уже оригиналы до 6 вечера. Еще одно новшество этого года. После 25 июля нельзя будет изменить приоритеты на направление. Оригинал абитуриент подает в конкретный вуз, поэтому система сама проведет зачисление. Если не получится поступить на первый приоритет, документы автоматически перейдут на второй и так далее. Сейчас заявление подали порядка 60 абитуриентов на бакалавриат и специалитет из Крыма, Коми, Краснодарского края и Сарова. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.